Набережная Молотобольская, парк центрального района. Основные площадки празднования 1 мая. Впервые в этот день барнаульцев ждет фейерверк. Звание город трудовой доблести обязывает. Залпы начнутся в 22 часа с баржи на Аби. 2-й 9-майский также в 22 часа будет еще более масштабным. Он будет чуть дольше, это порядка 8 минут. И постараемся сделать его более насыщенным, более эффектным. Оба фейерверка обойдутся в 800 тысяч рублей. Впервые спустя 2 года пандемии после прохождения по площади советов войск барнаульского гарнизона в 10.40 начнется шествие бессмертного полка по двум сторонам проспекта Ленина. С часа дня на Сахарова концертная программа. Сборную сцену установят, что называется, лицом к улице Молодежной. Развлекать барнаульцев будут 1200 человек из разных городских коллективов. Кстати, отмечать 9 мая начнут заранее. 7-го числа в Бельмесево откроют стеллу погибшим в Великой Отечественной. 6-го в барнаульских дворах планируют концерты для ветеранов. Все дни на мемориале славы будет гореть огонь. Из-за технических проблем его периодически отключают. Установка с ожиженным газом, который оборудовали в 1975 году, скоро будет реконструирована. Готовится проект подведения туда на мемориал славы уже магистрального природного газа. Я думаю, что уже к следующему году, 9 мая, мы эту задачу выполним. И там будет постоянно гореть вечный огонь. Ну и самое главное, поздравлять ветеранов Великой Отечественной тоже начнут заблаговременно. Тех, кто захочет и сможет, доставят на праздник на площадь Советов. К слову, сейчас в Барнауле осталось 66 ветеранов. Татьяна Головева, Дмитрий Денисов. День с толком.